МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начали повторно осуществлять плановое оперативное лечение детям, в принципе, в полном объеме. 8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. Секретами семейного счастья поделились многодетные видновчане Рауль и Заре Матен. Если считать, что вместе мы с института, то получается с 2005 года уже 17 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В деревне Горки торжественно открылась новая детская площадка. Красную ленточку вместе с ребятами перерезал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Реализация проекта стала возможна благодаря губернаторской программе по улучшению качества жизни в Подмосковье. Подробности у Юлии Погосьян. В этот день в деревне Горки было шумно. Веселая музыка и детский смех. Десятки ребят решили стать свидетелями открытия новой детской площадки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект реализован в рамках губернаторской программы, за годы проведения которой на территории Ленинского городского округа открыто 10 детских площадок. Сегодня к этому числу прибавилось еще две. Это в Горках и в деревне Большое Саврасово. Наверное, самым важным отличительным особенностям от тех площадок, которые делаются, скажем, за муниципальные деньги, либо по каким-то другим, то они все возникают в тех локациях, где голосуют люди. Это обязательно. То есть мы видим, что это самая современная, самая такая насыщенная всеми активностями площадка, которая только может быть. Ирина Цгоева в Горках живет более 30 лет. Вспоминает, в ее детстве ничего подобного не было. С рождением собственных детей ситуация не особо изменилась. Из развлечений только лес и речка. Новые площадки рады всем семействам. Сейчас совсем другое делаем, грубо говоря, многофункциональная площадка для маленьких, для больших. То есть ждите сюда, бегом, бегом, мама, когда пойдем, когда пойдем. Новая детская площадка выполнена в соответствии со всеми стандартами. Прорезиненное покрытие, ограждение, есть лавки, урны, информационная табличка. Игровые элементы хорошо установлены, крепкие, качественные для того, чтобы дети могли уверенно играть. А вот стиль площадки космический. Все очень круто, весело, интересно. Всем все очень понравилось. Очень классно. Какой самый любимый аттракцион будет, так сказать? Качели. Праздничному настроению способствовала и развлекательная программа. Аниматоры подготовили для ребят разнообразные игры. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. За более чем два года работы многопрофильного коронавирусного стационара в РКБ здесь получили медицинскую помощь свыше 21 тысячи пациентов. При этом людей лечили не только от COVID-19, но и от сопутствующих заболеваний, а также проводили экстренные операции. Теперь Видновская клиническая больница возвращается к плановому режиму работы. Мероприятия по восстановлению профильной деятельности начались в середине июня и проходили поэтапно. Сначала прекратили прием заболевших. Затем шла постепенная выписка пациентов, перевод на долечивание в другие медицинские организации или продолжение лечения на дому. После этого генеральная уборка и глобальная дезинфекция. Мы начали повторно осуществлять плановое оперативное лечение детям в принципе в полном объеме. То есть плановая операция весь спектр и по детской хирургии, и по детской урологии, андрологии выполняется. После двух лет работы в специальных защитных костюмах врачи в буквальном смысле могут вздохнуть свободно. Теперь у медиков появилась возможность делать не только экстренные, но и плановые операции. Уже сейчас во втором хирургическом отделении проходит лечение 14 маленьких пациентов. Мы очень рады, что ковид сняли с этой поликлиники. Очень рады лечить детишек. После полного восстановления профильной деятельности, медики ВРКБ продолжат оказывать медицинскую помощь по разным профилям. Травматология, кардиология, терапия, неврология, педиатрия и многим другим. Три дня назад в Видновском перинатальном центре появился на свет трехтысячный ребенок. Жительница Домодедова Елена Пантелеева родила долгожданную дочку Валерию. Сейчас мама с малышкой готовятся к выписке. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Как в самочувствии? Все хорошо. Хорошо. Девять долгих лет жительница Домодедова Елена Пантелеева боролась за счастье стать мамой. Первое эко закончилось неудачно, но со второй попытки все наконец получилось. Хочу сказать спасибо Тамаре Николаевне. Она вела мой путь долго. Мы через многое прошли. И подготовка, и анализы. И вот, ну, все. Хочу сказать спасибо. Она сделала для меня много. Всю беременность Елены наблюдалась женской консультацией Видновского перинатального центра. Особых проблем не было. Но в начале этой недели внезапно почувствовала себя плохо и сразу поехала к врачу. Медики сделали кардиотокографию ребенку и уже через 10 минут отвезли Елену в операционную. Получилось все спонтанно. Мы не ожидали. И хотелось сказать спасибо операционной бригаде Андрею Ивановичу и Евдовиченко Елене Андреевне, что оказали своевременную поддержку, помощь. Все произошло быстро, хорошо. Ну, как бы я рада. Не успела испугаться. У нас родилась Валерия. Прекрасная оценка по Абгар – 8-9 баллов. Поэтому было сделано все своевременно. А такие вещи бывают. Потому что КТГ – это контроль сердцебиения плода в родах. И на каком-то этапе произошла данная ситуация. И врачам было принято решение своевременно о родоразрешении путем операции кесаревсечения. Сейчас Елена и ее новорожденная дочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Маленькая Валерия – юбилейный трехтысячный ребенок, родившийся в Виндовском перинатальном центре с начала года. Центр специализируется на беременности высокого риска. Сюда приезжают женщины со всех уголков Подмосковья. Подольска, Чехова, Серпухова, Ступина, Каширы и Домодедова. Из Москвы и других областей России. Статус перинатального центра бывшему видновскому роддому присвоили в 2013 году. С тех пор его врачи и акушеры помогли появиться на свет 55 тысячам малышей. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное 2. 8 июля в России отметят День семьи, любви и верности. Тематические мероприятия уже проходят по всему Ленинскому округу. Наш следующий сюжет тоже посвящен этому событию. Семь лет назад родилась новая семья. Два любящих сердца скрепили узами брака свой союз. Но история их началась гораздо раньше, когда оба учились в медицинской академии. Жизнь не раз пыталась развести наших героев, и все же они вместе. Да и не вдвоем, а уже в пятером. В преддверии Дня семья, любви и верности Рауль и Зарема Тен рассказали о секрете своего семейного счастья. Что важнее для Заремы Тен – работа или семья? Мама троих детей с уверенностью отвечает. Конечно же, семья. Тем не менее, всегда работала до последнего и в отпуске по уходу за ребенком не задерживалась. Зарема – врач-терапевт. Кабинет отоларинголога Рауля Тен находится на том же этаже, но видятся на работе супруги нечасто. Разве что заходят друг к другу посоветоваться, как коллеги. Или в конце дня, чтобы вместе отправиться в детский сад за малышами. Если считать, что вместе мы с института, то получается с 2005 года уже 17 лет. Мы начали общаться в институте, потом нас судьба развела по разным городам. Мы делали карьеру врачей, так сказать, обучались. Но потом муж не отступил от своей цели и все-таки приехал к моим родителям в Москву и попросил моей руки и сердца. И случилось это в момент, когда Зарема переживала личную трагедию и сама ради будущего любимого человека отказалась от продолжения отношений. Слава Богу, все закончилось благополучно. Два любящих сердца соединились и вот уже 7 лет бьются вместе. Меня всегда в жизни интересовала какая-то, наверное, азиатская наклонность семьи. И так получилось, что вот мой нынешний супруг, он родом из Кореи. Сама Зарема Кумычка – представительница одного из древнейших и третьего по численности народа Дагестана. Но различия культуры не мешают супружеству. А напротив, их дети впитывают традиции обоих народов. Так на днях младшей дочери Мири исполнился годик. В день рождения провели корейский ритуал о сянде. Считается, что в жизни человека это самый важный эпизод. На стол выкладываются различные предметы, символизирующие жизненные пути ребенка. Малышу предлагается выбрать любой. Мире понравились сразу три предмета – связанные свитки, художественная кисть и молоточек судьи. Родители теперь гадают, что бы это значило. Надо знать своих предков, надо чтить их. Культура – это неотъемлемая часть нашей жизни. И поэтому приоритет, конечно, за этим. К слову, старшая Ева, которой скоро исполнится шесть, в свое время из всех предметов выбрала скальпель. В семье никто не удивился. Ты-то кем станешь когда-нибудь? Доктором тоже. Моя любимая профессия. Я буду лечить все. Всех будешь лечить? Да. Так. И детей взрослых. Вот ребенок не захочет лечиться. Как ты его уговоришь? У меня будут конфетки. В тарелочке? В тарелочке будут конфетки. Как у мамы. Да, как у мамы. В семье Тен подрастает еще и сынок Давид – мальчишка с характером. Кем вырастет он, для меня осталось загадкой. Но секреты самих Рауля и Заремы я узнала. Уверена, эти простые признания будет приятно слышать обоим. Она моя опора. Без нее всегда сложно в жизни. Поэтому мы всегда стараемся держаться вместе. Люблю ее. Если посмотреть в молодости, да, в институте, в более зрелой жизни, в самые сложные моменты, в самые счастливые моменты, радостные, он был рядом. Поэтому, да, это самый важный человек в моей жизни. Он подарил мне троих прекрасных детей. Он создал со мной замечательную семью. Я надеюсь, что мы проживем, как в сказке, долгую, счастливую жизнь. Я очень сильно его люблю и рада, что он со мной. По-моему, добавить больше и нечего. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и в режиме онлайн. О новостях Ленинского округа вы можете узнать в социальных сетях канала Видное ТВ. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова